Я хочу представить вам профессора Руму Олега Олеговича, который создал в Белоруссии, в Минске потрясающую трансплантационную программу, не только трансплантационную, но и вообще гепатобилиарную хирургию, но одним из таких приоритетов, то что он создал трансплантационную программу на очень хорошем уровне, которая нисколько соответствует всем стандартам европейским и международным. И тема его выступления – это трансплантация печени в лечении гепатобилиарного рака. Я хочу поблагодарить, что несмотря на то, что он буквально прилетел из Архангельска, проводил мастер-класс и делился своим опытом, внедрял технологии, что он нашел время приехать, нам будет очень ценно ваше выступление. Спасибо, Олегович. Огромное спасибо, Руслан Богданович, за такое теплое и дружеское представление. Моей скромной персоной, потому что в отличие от нашего большого и известного коллеги Мохаммеда Реллы, который имеет опыт выполнения трехсот, а то и более, как он сейчас нас проинформировал, трансплантации в год, ну, Республика Беларусь по понятным причинам не может похвастаться таким объемом трансплантации, хотя бы в силу того, что в Беларуси живет 9,5 миллионов человек, а в огромной Индии миллиард двести, да? Миллиард триста. Поэтому нам по количеству Индии ни в коем случае не достать. Но, как и Мохаммед Реллы, как и предыдущие спикеры, я, извините, я сейчас соображу, как это все работает, разделю общее мнение, что гепоциллярный рак сегодня является одной из самых-самых актуальных проблем абдоминальной хирургии и абдоминальной онкологии. И это обусловлено неуклонным ростом заболеваемости, который отмечается как на Западе, так и на Востоке, хотя понятно, что заболеваемость раком печени на Востоке значительно выше. Но самое главное, это не сама по себе заболеваемость, а то, что это вторая по чистоте основная причина смерти, связанная со злокачественной опухолью, и во всем мире от гепоциллярного рака ежегодно умирает, около 1 миллиона человек. И в этой связи существует значительное количество способов лечения этого заболевания, и очень серьезным образом сегодня здесь обсуждаются пока прежде всего радикальные опции, к коим относятся резекция и трансплантация, и сравнительный доклад этих опций вы только что, совершенно блестящий с моей точки зрения доклад, вы только что услышали. Я же буду говорить преимущественно о трансплантации, поскольку такую задачу передо мной поставили организаторы Конгресса, и я вам должен сказать, что удельный вес вот этой самой трансплантации с года в год все время растет, и не зря Мохаммед Релла показал совершенно блестящие круги, в которых круг с трансплантацией был значительно выше и больше, чем круг с резекцией печени. Если мы обратимся к Европейскому регистру трансплантации печени, то удельный вес вообще трансплантации при злокачественных новообразований за последние годы вырос дважды. И вот в этом большом, огромном количестве операций, которые выполняются по поводу злокачественных новообразований, гепциллярный рак среди первичных опухолей печени занимает 94%. И понятно, почему трансплантация при гепциллярном раке очень хороша, потому что даже в том случае, если вы будете иметь дело с несцеротической печенью, но по каким-то причинам не сможете сделать резекцию, трансплантация обеспечит вам сопоставимое с резекцией результаты долгосрочной выживаемости, а в той ситуации, если у вас после резекции наступит рецидив, либо после резекции наступит пострезекционная печеночная недостаточность, у вас есть шанс на salvation or transplantation, о том, о чем сегодня также говорили, с очень хорошими для этой опции отдаленными результатами. Не говоря уже в той ситуации, когда вы имеете цирроз даже ЧАЛДА, вы видите общую 3-5-10-летнюю выживаемость, как и безрецидивная выживаемость пациентов при трансплантации в целом выше, чем в случае, когда мы имеем дело с резекцией. При этом при циррозе суб- и декомпенсированном трансплантация демонстрирует просто-таки потрясающее преимущество перед резекционными методами. Вы видите 5-летнюю безрецидивную выживаемость в 3,5 раза выше при использовании трансплантационной опции. Сегодня также об этом говорили, что человек, который, казалось бы, придумал одну простую вещь, состоящую из трех пунктов, одиночный очаг менее 5 сантиметров, не более трех очагов, не более трех сантиметров и отсутствие макрососудистой инвазии. Когда-то еще сюда входил возраст. Понятно, что про возраст сейчас уже всем как-то стыдно говорить, потому что, наверное, 65-летний человек, его сложно записать в старики, не дай бог, или еще, или назвать его смертником. Так вот, человек это придумал уже больше 20 лет назад, и эти 20 лет использования миланских критериев, а также колоссальное количество пролеченных пациентов, вы видите, более 20 тысяч, с великолепной 5-летней выживаемостью, убедило весь хирургический, гипотобилиарный и трансплантационный мир в том, что миланские критерии являются эталоном по установке показаний трансплантации печени у пациентов с гипотобилиарным раком. И когда вы хотите предложить что-то другое, вы обязаны это сравнить с миланскими критериями, потому что это отправная точка, это основа, на основании которой вы будете говорить, насколько предложена вам технология успешна или нет. Я вам должен сказать, что миланские критерии достаточно жесткие, и селекция пациентов при строгом использовании миланских критериев достаточно сильная, поэтому существует значительное количество критериев, которые прежде всего поставили перед собой целью а. расширить милан, то есть включить как можно больше пациентов, но при этом не потерять в качестве, потому что любое качество онкологического больного, если здесь в основном онкологи знают, это гораздо лучше меня хирурга, состоит в том, чтобы больной жил долго и желательно безрецидивно. Поэтому родились расширенные критерии, которые в общем выходят за пределы милана, но которые при определенной истории позволяют получить достаточно сопоставимые с миланом результаты отдаленной и безрецидивной выживаемости пациентов. И здесь мне очень импонируют критерии, которые не считают количество узлов, они считают общий объем опухоли, в данной ситуации он должен быть меньше 115 см кубический, и при этом учитывают ее биологическое поведение, и в зависимости от того, где мы с вами живем, на Западе или на Востоке, предпочитают пользоваться либо маркером пивка на Востоке, либо, как мы, на Западе пользуемся критерием АФП, который является простым и надежным инструментом, который позволяет как отбирать пациентов низкого риска рецидива, так и позволяет контролировать наш с вами даунстейджинг или мост трансплантации, о котором я буду говорить несколько ниже. И, исходя из вот этого самого альфа-фетопротеина, многие авторы ищут вот это самое пороговое значение альфа-фетопротеина, при котором можно выполнять трансплантацию сразу, а при котором не можно выполнять, а лучше заниматься даунстейджингом и смотреть биологическое поведение опухоли, исходя из того, как снижается либо не снижается этот параметр, много разных есть ссылок на эту историю, но всецело признано, что чем ниже АФП, то тем больше шансов на безрецидивное течение после трансплантации. Сегодня уже очень много говорили о барселонских критериях, поверьте, это никаким образом не противопоставление Милану. Это стратегия лечения любого пациента с гепатилярным раком, которая показывает, в каком состоянии, когда применять ту или иную опцию, хотя и это тоже никакая не аксиома, и эти критерии, это открытая книга, в которую можно вносить изменения. Но в целом же все склоняются к тому, что прогностическая система BCLC предпочтительна для определения лечебной тактики, и если вы в этой системе выбрали кандидата на трансплантацию соответствующего Миланским критериям, вы получите потрясающую пятилетнюю выживаемость, 85%, и это для гепатилярного рака очень-очень хороший результат. Есть еще одна очень важная вещь, о которой я хотел сегодня поговорить, и на которой я хотел сегодня обратить ваше внимание, это то, что произошло в современной гепатологии последние буквально, наверное, 5-7 лет, это разработка эффективных методов лечения гепатита С, назовем эти методы этиотропные, когда назначаются препараты прямого противовирусного действия, и применение этих препаратов позволит в ближайшее время, это французское исследование 2014 года, существенным образом уменьшить вот этот самый пул пациентов, которые будут нуждаться в трансплантации, и сделать так, что мы сможем выполнить трансплантацию каждому пациенту, который будет в этой опции нуждаться. Вы видите, это, конечно, расчетные данные, они слишком оптимистичны, на мой взгляд, но то, что внедрение этой терапии позволит только во Франции и за 10 лет уменьшить количество пациентов, нуждающихся в трансплантации почти на 4,5 тысячи, это о многом говорит, потому что Франция – это только небольшая часть всего мира, и на немногим больше Беларуси, по крайней мере, Индия гораздо больше Франции, чем Франция больше Беларуси. И, исходя из этого, я вам должен сказать, что вот идеальный пациент, которого лучше всего взять на трансплантацию и быть спокойно уверенным, что мы с вами сделали очень хорошее и важное дело, если вы имеете небольшую одиночную опухоль, об этом и говорил Мухаммед Рыла, если еще у вас есть полный ответ на локорегиональную терапию, если вы принялись лечить пациента таким образом, а мы считаем, что все-таки с этого надо начинять, и если у вас достаточно низкий уровень альфа-фетопротеина, то вот эта всем хорошо известная и любимая и радиологами, и гипотологами, и трансплантологами диаграмма сместится вот в сторону 90-85, может быть, 80% пятилетней выживаемости. Теперь же мы можем говорить, скорее всего, о цифрах, которые находятся вокруг 60%, и понятно, что нам хочется, чтобы эти цифры были лучше, но не всегда у нас это получается. При том, что вот в этой самой Барселоне или в барселонских критериях и барселонской классификации есть очень неоднородная группа BCLCB, это те пациенты, которых при определенных условиях можно рассматривать как кандидатов на радикальное лечение. Но только в том случае, если мы применяем с вами один из методов локорегиональной терапии, можно принять и радиочастотную абляцию, и химиоэмболизацию, и в общем методы сопоставимы, и теперь все прекрасно понимают, что каждый из них имеет свои показания, они определяются размером опухолевого узла, они определяются локализацией этого опухолевого узла, и никто нам с вами не мешает при определенных условиях сочетать эти методики, но очень важно другое. Очень важно добиться сразу некроза опухоль. Поскольку если вы этого не добьетесь, то вы можете получить очень серьезные неприятности у этого пациента и ухудшить как его дальнейший прогноз, так и результаты проводимых вами радикальных методов лечения, о чем, в общем-то, достаточно красноречиво говорит исследование, которое я привожу на данном диапозитиве. Вы видите, если ХЭПа выполнена неадекватно, 33% ГЦР имеют гепатохолангоцеллюлярный фенотип, а это уже, извините, совсем другая история и совсем-совсем другие результаты. Равно как и негативный эффект неполной абляции способен увеличить агрессивное поведение, агрессивность развития опухоли у пациентов с гепатоцеллюлярным раком. А в той ситуации, если вы этими методами будете пользоваться адекватно и эффективно, вы можете получить сопоставимые, а то и даже лучше, но вообще-то они сопоставимые, результаты трансплантации печени у пациентов с миланскими и немиланскими критериями в том случае, если вы применяете логоорегиональную терапию. Вы видите, если Милан Аут и логоорегиональная терапия 5-летняя 77, если вы в Милане, но без логоорегиональной терапии, то 5-летняя у вас 72. Не говоря уже о том, что если вы в Милане, да еще с логоорегиональной терапией, так вообще вот такие заоблачные цифры некоторые исследователи приводят, и они их приводят на достаточно большом клиническом материале. Вот я это продублировал. И в целом же сегодня вот эта простая миланская история трансформировалась в эти огромные по своему размеру показания, которые, конечно, надо знать, но в полной мере я не уверен, что их кто-то соблюдает, по крайней мере я вот к такому делу не отношусь, потому что я вижу прежде всего человека, и мне этому человеку хочется помочь, поэтому не всегда удается быть в Милане, но всегда мы у себя в клинике соблюдаем наш алгоритм ведения пациентов, и вот таким пациентам мы никогда не будем выполнять трансплантацию печени, потому что считаем это абсолютно бессмысленным, хотя я вас уверяю, оно возможно. И мы часто разговариваем с такими пациентами, с тромбами раковыми, с диффузной формой, с массивными огромными поражениями, там диаметром 15, то и больше сантиметров, и они понимают, что никакого другого метода нет, они просятся, но не нужно делать трансплантацию, потому что это бессмысленно и бесполезно. Но вот всем остальным пациентам, особенно с объемом опухоли меньше 115 сантиметров, мы не будем отказывать сразу в том, чтобы выполнить им трансплантацию. И сегодня уже говорил, и Руслан Богданович задавал вопрос о том, что же делать с пациентом, когда у него выраженная портальная гипертензия, когда у него есть, я уже продолжаю его историю, суб- и декомпенсированный цирроз печени, и даже банальная ХЭПа, либо радиочисточная, микроволновая, КРИО, какая хотите, аблация, она очень опасная, она невозможна. Ну, наш ответ на этот вопрос очень простой. Если у вас имеется ЧАЛТА, то, конечно, сразу локорегиональная терапия. Если у вас этого нет, лечите портальную гипертензию, улучшайте состояние пациентов, потом примитесь за лечение рака локорегиональными методами, а потом уже думайте о трансплантации. Ну, проще всего, конечно, поставить, наверное, не совсем корректное слово, выполнить операцию по постановке портосистемного трансвигулярного шунта, поскольку, ну, это мое ощущение, оно может быть чисто мое и чисто субъективно. Если у вас есть такая опция, как шунт, если у вас есть такая опция, как трансплантация, то все эти протоковальные анастомозы, они потихонечку, потихонечку, потихонечку отходят в сторону. Хотя есть определенная категория пациентов, но она, с моей точки зрения, совсем-совсем незначительная, которым можно применять и вот эту опцию в лечении. Мы же устанавливаем типс, добиваемся стабилизации состояния пациента, уменьшения проявления портальной гипертензии, порой исчезновению асцита и других показателей, повышения уровня тромбоцитов, ну, и все то, что мы все знаем, именуется портальной гипертензией. Потом выполняем локорегиональную терапию, а потом смотрим. Смотрим за уровнем АФП, смотрим обязательно и на КТ, и на МРТ, как ведет себя опухолевый узел. И в той ситуации, если в течение энного периода времени мы видим, что у нас нет агрессивного роста, у нас нет агрессивного увеличения, значительного уличения, либо сохранения на том же уровне альфа-фетопротеина, мы предлагаем этому пациенту трансплантацию. И вот наш опыт. Мы выполняем порядка 70 операций по трансплантации печени ежегодно на сегодняшний день. Общее количество операций, поскольку программа существует всего 9 лет, составляет 474. 37 трансплантаций мы выполнили в этом году. И 19% из них это пациенты, которых мы лечили по поводу заболеваний гепатопанкреатобилиарной зоны. И естественно, абсолютное большинство из них, 67, это пациенты, которым мы выполняли трансплантацию по поводу гепатопанкреатобилиарного рака. И вы видите, что в той ситуации, когда мы попадали в миланские критерии, либо так скажем почти в миланские критерии, все очень хорошо и все очень нас радует. В той ситуации, когда мы все-таки шли на поводу у пациентов, то ничего хорошего из этого, как правило, не получалось. А в той ситуации, когда мы применяли подобного рода протокол, начинали с локорегиональной терапии, смотрели, наблюдали за пациентом, изучали агрессивность, либо агрессивная ведет себя опухоль, либо не агрессивная, то тогда мы получали сопоставимые с миланом результаты. Вообще же в наших руках, если брать на весь наш круг, на все 67 операций, то вот расчетные показатели 1, 3 и 5-летняя вживаемость. Ну а выводы, они в общем, я думаю, что соответствуют тому, что я пытался вам доложить, что трансплантация, ну вот, это тот метод лечения, который уж точно вам сделает Эрноль при любых абсолютно историях. Эрноль в онкологии – это, конечно, залог успеха, это общепризнанная вещь. Нужно очень серьезно заниматься лечением инфекции, потому что это основная, в общем-то, и причина цирроза и возникновения после этого цирротической печени гепатулярного рака. Надо обязательно обращать внимание на биологические маркеры, надо обращать внимание на то, как ваш пациент отвечает на локорегиональную терапию, ну и, конечно, надо, как отче наш, помнить BCLC и Милан-критерия для того, чтобы эти пациенты не просто после операции уходили от вас довольны и счастливы, а чтобы они приходили потом и через год, через два, через три, через пять такими же довольными, счастливыми, без рецидивного состояния. Огромное спасибо, уважаемые коллеги, и если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Олег Калилович. Вопросы? Да, конечно. Пожалуйста, были ли Ваши наблюдения... Были ли среди Ваших пациентов больные пациенты, у которых альфетопротеин негативный в форме гепатулярного рака? Как Вы тогда с критерием... Ну никак, просто без альфа-фетопротеина, да и всё. Потому что нам важна динамика этого показателя. И если он был большой, а потом стал низкий, то это говорит, что мы эффективно его лечим. А есть такие формы, которые не проявляются повышением альфа-фетопротеина, значит, тогда мы ждём просто, используя лакоригональную терапию, и у нас тогда в руках есть КТ-ангиография, МРТ-ангиография, которая свидетельствует о том, есть прогрессия или нет. Нет прогрессии, значит, мы возвращаемся к трансплантации. Если прогрессия есть, конечно, о трансплантации уже не думаем, но опять-таки, то, о чём говорят все последнее время, каждому пациенту свой метод лечения, и всё это должно основываться на барселинских методах. Но они были редкие, эти пациенты? Нет, это не такая редкость. И вот второй вопрос. У меня такой, может быть, просто ваше мнение интересное. Вот как я поняла, что показания к трансплантации зависят и от того, какова печень, ну, оставшаяся часть печени, и какова опухоль. Вот про оставшуюся, о том, что она, как правило, цирротическая, всё понятно. А вот имело ли значение какие-то варианты морфологические опухоли на характер, вот, выбор тактики и на характер течения болезни? Вообще как-то морфология при этом имела? Вы знаете как, я вам отвечу честно, как ведут себя все хирурги. Ну, во-первых, я не всегда имею верификацию, что это гипоцеллярный рак до того, как я выполняю трансплантацию. Чтобы было понятно, не всегда. Есть случаи, когда у меня есть результаты, и хотя я, в общем, не имею права без верификации прибегать к локооригинальной терапии, но грешен. Грешен. Это раз. Во-вторых, после того, как я уже выполнил трансплантацию, для меня уже, наверное, это не имеет большого значения. Есть тут что-то, может быть, неправильное и в нашем хирургическом поведении, потому что мы уж сильно вот в этой пирамиде мультидисциплинарной команды себя как-то приоритизировали. Может быть, надо было больше советоваться и с морфологами, и с гипотологами, и с кем-то другими. Но в целом тут посыл, с моей точки зрения, такой. Есть КТ, МРТ, УЗИ, явные признаки гипотеллярного рака, есть альфа-фетопротеин, если он срабатывает. И, может быть, лишняя пункция не есть хорошо для пациента со всех позиций в данной ситуации. Хотя, конечно, надо все это учитывать, потому что все заняты поиском вот этого предиктора, который был бы лучше, чем альфа-фетопротеин, и который бы четко говорил, что ждет нашего пациента. Будет у него потом генерализация рецидива, либо он попадет в эти 75%. Доподлинно все равно никто не знает, как бы ни говорил. Да, просто прокомментировать там, что все-таки как морфолог, я могу сказать, что мы же тоже каким-то образом много времени занимаемся изучением этого рака и тоже переживаем. И поскольку у нас-то выделено несколько вариантов этого рака, и мы, наверное, сегодня их услышим, хотелось бы, конечно, как-то, чтобы не только как к хирургу, а как к ученому, чтобы эти вопросы определенным образом интересовали и хирургов. Я с вами полностью согласен. Я же вам признался просто. Я же мог тумана напустить и сказать, что да, конечно, и так далее. Спасибо. Еще вопросы? Есть вопросы еще? Спасибо, Олег Олегович. Спасибо большое.